Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала и Ягуль Нуржакин. Сегодня в программе. Осторожно, арбузы! Первый летний месяц подходит к концу. На обочинах дорог появились арбузы. В Караганде скоро заработают 10 новых производств. Осторожно, арбузы! Первый летний месяц подходит к концу. На обочинах дорог появились арбузы. С виду очень аппетитные, они таят в себе массу сюрпризов. Стоит ли сейчас их есть, узнавал наш корреспондент Аймамрина. Этим летом арбузы, как и обычно, появились на обочинах очень рано. Что в них? Нитраты, красители, а может просто сочная полезная мякоть. Вопрос, который волнует всех. Торговцы выставляют ягоды на самых оживленных трассах. Продают, как правило, без разрешительных документов. А значит, ни за что не отвечают. Вот на этой точке их продают совсем юные девушки. Неизвестный владелец арбузов Канат Ага о своем товаре пояснил по телефону. По его словам, документов у него пока нет, но они скоро будут. Если вы все же решили купить ранний арбуз, имейте в виду, что его качество во многом зависит от порядочности продавца. Чтобы не отравиться, нам дали несколько советов. Чтобы определить спелость арбуза, нужно найти сухой хвостик. К тому же на нем должно быть белое пятно. А по словам самих продавцов этих арбузов, самые вкусные и спелые появятся только в конце июля. На втором торговом участке около дороги хозяев тоже не оказалось. Мало того, продавец с нами говорить не захотел, передав телефон своему шефу. Некий Асулхан на вопрос о документах ответил, что они у хозяйки, а та в отъезде. И так торгуют многие. А между тем, мнения насчет летних лакомств у людей разные. Многие считают, что есть их нельзя, но особо отчаянные все же рискуют. Ну, можно только где-то, наверное, мало в дозах, конечно. Не прямо там объедаться, если уже прям хочется, то в проверенных торговых, короче, все. Возить некачественные. Еще нельзя. Середина июля, начало августа мы сегодня. А вот как вы определяете, что это? Или просто чисто? Ну, а вы думаете, они сейчас уже созрели? Нет? Я сам не считаю. Это арбуз. Поесть – это приятная вещь. И вы смело покупаете? Да, да, да. А в департаменте санитарно-эпидемиологической службы все-таки о опасности предупреждают. Лучше всего покупать их в конце лета. С виду она всегда как будто она уже зрелая продукция. Но, как я вначале говорила, лучше воздержаться. Лучше покупать это где-то в середине августа или в конце середины августа. Да и цена на это сладкое удовольствие пока очень высокая – от 80 до 100 тенге за килограмм. Качество товара, как видно, под сомнением. Поэтому, прежде чем купить лакомство, специалисты советуют хорошо подумать и не рисковать своим здоровьем. Поэтому, прежде чем купить лакомство, специалисты советуют хорошо подумать и не рисковать своим здоровьем. Айам Амрина, Исламбекоспан, Арман Артаев, Первый, Карагандинский. Житель поселка Жайрем Карагандинской области Жанбеков Абзал требует выплат компенсации у местного горно-обогатительного комбината. Мужчина в прошлом году отравился угарным газом и, по его словам, чтобы не выплачивать ему деньги за полученный вред, работодатель подкинул ему наркотики и избил. Амина Смакова более подробнее. Абзал Жанбеков обратился за помощью к правозащитникам в Караганде. Мужчина уверен, здесь ему помогут. Абзал работал проходчиком в шахте поселка Жайрем. В ноябре прошлого года в забое он отравился угарным газом. По словам мужчины, он сразу же потерял сознание. Сначала был в местной больнице, потом его отправили на обследование Жесказган. Там состояние ухудшилось и Абзала доставили на самолете в областной медицинский центр Караганды. Термалот. Прихожу в больницу и вижу сына в таком ужасном состоянии. Ничего не помнит. Сначала даже не узнавал никого. Никакой помощи нам шахта не оказала. Его еще и уволили в феврале этого года. Дали только 50 тысяч. Обвинили в том, что у него были наркотики в кармане одежды. Говорят, мол, обкурился, обкололся. А он даже на учете нигде не состоит. Безобразие. Моего сына еще и избили там. Когда в больницу он попал, у него побои на лице были. Адвокат Абзала Илья Махлов считает, что дело его подзащитного требует тщательного рассмотрения. Объективных данных, которые указывают на то, что именно он употреблял, ничего нет вообще. И для того, что это его вина. Как вы себе представляете, человек спустился в забой, в шахту спустился, там накурился. И там настолько накурился, что упал его на скорой, без сознания в состоянии увели. Я думаю, это абсолютно нелогично и нереально. Также, по словам адвоката, комиссия, созданная работодателем, который исследовал это происшествие на производстве, не произвела должного расследования. А из ее заключения выходит, что Абзал сам виноват случившимся. По своей работе комиссия не усмотрела никакой связи между данным происшествием и его отношением к именно трудовой деятельности господина Жамбекова. Абзал и его адвокат написали заявление в районный суд имени Казабек-Бик города Караганды для рассмотрения этого дела. Адвокат хочет добиться выплаты компенсации для пострадавшего через служителей Фемиды. Также уже написано заявление в полицию по факту побоев. Сам Абзал хочет справедливости. В результате отравления он получил вторую группу инвалидности и также ему необходимо дорогостоящее лечение. До горно-обогатительного комбината поселка Жарем мы не смогли сегодня дозвониться. Будем следить за ходом событий этого дела. Случилось на рабочем месте, отравилось угарным газом. Хочу, чтобы был справедливый суд. Амина Смакова, Руслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сегодня в учебном центре «Спаск» разведывательные группы из разных стран мира показывают свои умения и навыки в борьбе с террористами. В области начались международные соревнования «Золотая сова-2015». Четыре дня в «Спаске» будут проходить соревнования по военной подготовке. Все участники смогут показать не на словах, а на деле, как они могут пользоваться автоматическим оружием и снайперской винтовкой, выполняя сложные задания на местности, брать языка и бороться с террористами. В соревнованиях принимают участие вооруженные силы Казахстана, Белоруссии, России и США. По словам самих разведчиков, прежде всего они ценят не победу, а участие. Ведь обмена опытом особых подразделений – главное приобретение. Мы можем показать только свое мастерство, доблесть, отвагу. Мы тоже стараемся, чтобы не отставать от других вооруженных сил, показать свои достижения другим. Им тоже есть что поучиться у нас. Спонсор показа Galaxy Group Производитель продукции торговых марок Алюгал Галвин Херкюль Галвин – оконные системы А-класса Долговечность – 60 лет Галвин – морозостойкий, надежный, прочный Для тех, кто ценит качество К другим новостям Акимы городов и районов должны сдавать президентские нормативы по физической подготовке Спортивный образ жизни нужно начинать с себя Такое предложение внес глава региона Нурмухамбет Абдибеков на очередном аппаратном совещании По его словам, ежедневные тренировки, бег и активный образ жизни Поможет не только укрепить здоровье, но и решить массу проблем, связанных с работой К такому заключению Аким области пришел из личного опыта Отметив, что ему все это помогает Заслушав отчет специалистов управления спорта Аким области Нурмухамбет Абдибеков остался недоволен Все показатели в этой отрасли достигаются одноразовыми акциями и спартакиадами К тому же в сельской местности нехватка тренеров и инструкторов Эти проблемы нужно решать глобально Пример нужно подавать самим Спорт не увлечение, а образ жизни Здоровье – это такое же средство производства, как ноги, 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 знания и проекты А как это так, то наша задача создать условия для того, чтобы люди имели доступ к занятиям судьбой и спортом Пропагандируют здоровый образ жизни и занятия судьбой и спортом И тем самым обеспечены как раз вот здоровый образ жизни Еще один рассмотренный вопрос на аппаратном совещании касался неосвоенных земельных гектаров По словам исполняющего обязанности руководителя земельного управления Дмитрия Терехова Основная часть пастбищ и участка в нашей области не используется Плодородная почва пустует Из-за неиспользования пахотных земель, пашни, залишек в целом по области Ижегодно было недополучено около 150 тысяч тонн зерна и 500 тысяч тонн сена Во влечении в сельскохозяйство на оборот не используют земель Это основной источник увеличения доходной части местного бюджета Создание дополнительных рабочих мест На что Аким области Нурмухамбет Абдебеков дал распоряжение взять все под контроль Сельское хозяйство именно та отрасль, от которой зависит экономика страны Управление земельных отношений ввести регулярно не только использование сельхоземель А результаты информирования ежемесячно Вот картошку выращивают, а почему вы чипсы едите? Что это? Большая какая-то? Это сложная проблема, что ли? Эти вопросы Аким области взял на особый контроль Аймамрина Жасулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский 10 новых производств уже скоро заработают в Караганде Среди которых обновление спецтехники по вывозу и утилизации мусора И открытие детского сада В областном Акимате рассмотрели предложение по программе поддержки и развития бизнеса Дорожная карта 2020 Подробности в следующем материале На 10 новых проектов власти Караганды выделили больше 2 миллиардов тенге Часть денег уйдет на приобретение оборудования для проведения экспертизы в сфере промышленной безопасности Этот проект предложила компания Дефектоскопия Приобретение новейшего оборудования даст возможность компании выйти на международный уровень И оказывать услуги иностранным предприятиям Появятся новые рабочие места На сегодняшний день здесь работает более 50 высококвалифицированных специалистов Наша команда – это специалисты, имеющие 2-й и 3-й уровень по неразрушающему контролю Ещё один крупный проект, который предложила компания – Горкомутранс Это приобретение спецтехники для вывоза и утилизации твёрдых бытовых отходов За последние 3 года предприятие закупило 30 единиц спецтехники Заменило более 500 штук контейнеров И дополнительно установило 200 современных ёмкостей для мусора европейского качества Ежедневный объём вывозимого мусора на сегодняшний день составляет 3000 кубов По программе «Дорожная карта» планируется приобрести 28 единиц техники Из них 11 мусоровозов Это позволит улучшить качество оказания услуг И принять на обслуживание посёлок Актас село Дубовка Кроме того, руководством области был рассмотрен социально значимый проект Это частный детский сад Ак-Жаркэн Это актуально для Караганды, потому что ощущается острый дефицит мест в детских садах и эслях Открытие этого учреждения позволит обеспечить 360 малышей дошкольным воспитанием и обучением В целом, в ближайшее время эти проекты обеспечат работой более 800 жителей области Николай Кровец, Алжас Габасов, Арман Артаев, Первый Карагандинский В городском и участковых избиркомах сменное пополнение Около 100 новых кандидатур предложили 5 партийных организаций И несколько общественных объединений Прежние члены избирательных комиссий, которых заменят новички, выбыли по разным причинам Кто-то сменил место жительства, другие сложили свои полномочия по другим мотивам Составы обновленных избиркомов утвердили на сессии городские депутаты Все кандидатуры, заявленные в обращениях, прошли проверку на соответствие На заявленные вакантные места они подходят по всем нормам Конституции и других законодательных актов Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 Аман Сауболмстер Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!